всем привет друзья всех с наступившим новым годом и пока идут новогодние каникулы я решил заняться немного своим автобусом у меня есть тут еще куча всяких недоделок и кучу что нужно сделать и переделать и в этом плане я сейчас хочу сделать клемму на датчик расширительного бачка чтобы у меня не висели вот эти сопли которые здесь есть а была нормальная фишечка и с нормальными проводами а тут какой-то короче трихомудия вот это мне она не нравится и она мне раздражает поэтому я сейчас все там сделаю вот эти вот сопли перепаяю и запаяю нормальную фишечку и по этому случаю я фишку уже купил месяца два назад на разборе у голыма заехал у него фишку эту приобрел и вот руки все никак не доходили но сейчас есть свободное время и этой темы я сейчас займусь и так что мы здесь видим а мы видим здесь вот такую трихомудию какой-то самопал вот они скруточки и вот так два провода сюда просто вот вставляются причем клеммы здесь вот это вот мама вот такая большая широкая под широкий клеммник а сам вот это вот пин он видеть какой маленький тоненький и вот он короче вот так здесь болтается это ботва она мне раздражает постоянно что-то если сюда лезешь залазить что зовут эту трихомудию всегда цепляешься вот такую фишечку я взял как раз она вот сюда и и вот родное место здесь вот два усика здесь и здесь который надежно фиксирует эту фишку на рана вот этом вот разъем вот он усик и такой же усик снизу стоит поэтому здесь она будет сидеть хорошо единственно то что здесь она была обрезана коротко вот в этом месте но я уже сейчас сюда добавил вот такие вот проводочки жила здесь нормальная толстая хорошая жила медная имею ввиду и вот тут вот запаял и посадил на термоусадочку то чтобы у меня вывод был здесь хорош надежный здесь я сейчас вот эту вот всю трихомудию размотаю оторву к чертовой бабушки но единственное что вот провода имеет цветность да как все знают вот здесь проводок коричневый и синий а здесь красный и синий где плюс где минус попробуй угадай на фишки нету плюс минус так же как и здесь нету плюс минус поэтому будем действовать методом научного подхода то есть методом тыка попробуй угадай но насколько я понимаю что красный плюс коричнево-красный и коричнево-коричнево-синий то есть красный плюс коричневый как правило минус поэтому здесь я поэтому здесь я припаял красный и черный и точно самое здесь пропаял воде синий красный плюс с красным синий коричневый с черным минусом и я думаю что не ошибусь если так запаяю проводочку ну естественно для этого мне нужно будет еще термолента термоусадка вот такого термоусадочка как раз она мне подойдет ну и конечно же нужно будет олово и канифоль но и паяльник хороший канифоль у меня есть и также есть вот такой вот советский надежный старый добрый еще с тех времен вот так вот жгут олова также есть паяльная кислота и также еще есть вот такой вот китайский но я им никогда короче не пользуюсь он мне нравится как он паяет он как бы два в одном и он как прибой получается олова с канифоль или что там короче внутри он мне не нравится какая херня собачья вот он самый стопроцентный способ пайки спайки и вот такой вот конкретный паяльник сейчас холодно минус 15 поэтому аномальные холода у нас и поэтому вот я уже включил он час греется но если не прогреется то у меня есть вот такая вот паялочка подогрею его конкретно чтобы хватило ему температуры припаяться запаяться вот размотал вот это вот изоленту я даже не удивился что здесь все на у таких вот скруточка поймаете вот это трихомодия это неизлечимый синдром у наших людей в крови воспитанная такая и так сойдет нахер скрутили вот эти сок и счастливы и довольны ну назвать людей рукожопами как-то будет некультурно и и могут обидеться некоторые в том плане какие мои рукожопы если и так нормально пойдет ну типа же работает же все да нихера подобно сам натуральный рукожопы конкретный рукожопу если кто-то со мной не согласен напишите в комментариях что я не согласен с эти с этой формулировкой что мы рукожопы мы не рукожопы так и напишите и напишите почему не ручок а я считаю для себя так что это короче фуфломет и кто так делает поэтому мне это не нравится я буду делать так как мне нравится я сейчас все здесь зачищу обрежу подрежу запаяюсь посажу на термоусадочку и будет все по-человечье так как нужно а напишите еще что это колхоз тоже можете написать или можете написать комментарий что это не колхоз или напишите в вашем понимании что такое колхоз в общем чего-нибудь да напишите короче говоря мне мне будет интересно почитать вот сейчас я зачищу проводочки вот они темного цвета это значит что они окисленные подкисленные сейчас зачищу чтобы медная жилка блестела видите уже цвет меняется вот это темный а вот уже такой блестящий зачищу вот так вот ножичком только аккуратно чтобы не подрезать жилки чтобы жгут был такой же толстый а не осталось там три четыре пять проводочков сейчас я его зачем видите вот распотрошил вот так по одиночке и вот так аккуратненько легонечко почистил теперь вторую жилочку так же самое вот так естественно вот эту вот длину лишнюю отрежу чтобы она не была длинной ну что поймёмся так так не перепутать провода красный синий коричневый синий вот так соединяем один в один есть и теперь канифоль и олово олово и канифоль так вот 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 так один есть и сразу же его в терм którą сандочку теперь второй точно так же холодно провода замерзшие лобовые гнутся плохо торчат во все стороны отлично отлично также на олово засадим посадим как в лучших домах лондона и парижа глянем что получилось но так получилось все на термоусандо сейчас главное чтоб залезла термоусандочка так ну и все зажигалочка сейчас подпалим зажигалочку в кармане чтобы газ горел не не замерз вот так отлично все термоусадочка села теперь какая-то влага или еще что-то попадать не будет и окисляться тоже тем самым не будет сидит хорошо отлично вот тебе и жгут целый получился так здесь мотану изолентой а здесь жгут весь не буду промазывать он пусть будет свободным болтается меньше перетрется так вот такой же с изолентой мотно тоненькая изоленточка хорошо липнет японская это заводская изолента как-то шел по рынку и смотрю изоленты продаются увидел такую вот тему думаю куплю попробую нам было купить еще один моток ну так как типа как бы я не знал что она как будет мотаться как крутиться изолента я еще не видел не встречал такую думаю одно всего возьму попробую понравилось как крутится отлично липнет сейчас холод и она вот все равно вот видите заматывается прилипает ну а когда тепло вообще песня хорошая изолента еще раз пойти на рынок на тоньше базарчики купить сразу пару таких она была разноцветная вообще там разные цвета были серая потом какая-то в общем там пар цветов было таких надо купить еще такой изоленты понравилось хорошей изоленты мороз сегодня да вообще что-то уже три недели конкретный холод у нас 15 мороза днем солнце выйдет ну прогреется до 12 а ночью двадцатка стоит стабильно вот липнет хорошо вот так называется такая изолента суме тома суме тома электрик это хорошая а вот есть еще вот такой раньше пользовался всегда но это китайская изолента но тоже типа под японской сделаны тоже тоненькая но она потом со временем дубеет и становится такая пластмассовая вот а пока свежая она тоже вот еще липнет хорошо но это не настоящая это подделка китайская есть такие тоже хорошего настоящего качества такие тоже хорошие изоленты вот это вот лучше мне понравилось так что теперь одеваю в шубу в шубу вот заправляю отлично вот такой специально вот хомутик пластика в родной отдел на шубу чтобы она не раз не раскрывалась а и чё теперь оденем фишечку отлично все чё попробуем посмотрим контрольную лампочку на щитке приборов так чё попробуем посмотрим загорелась вот здесь и потухло отлично не горит не моргает а то до этого она мне моргала 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 на нервы моргало сейчас все пучком температура холодная ну заводится сразу это три четыре пять может быть шесть секунд крутишь и он схватывает в этот мороз заводится нормально Сейчас он моментом завелся, потому как я его уже один раз заводил и где-то у меня минут 5-10 сейчас двигатель работал. Нормально все. Контролечка загорается, тукнет и не загорается вновь. Отлично, все, мне нравится. Ну все, друзья, очередную чешую устранил. Теперь будет у меня там все нормально, по-человечье, как и должно быть. Ну а я тем временем конкретно что-то задуборел. Колотун собачий стоит. Пойду греться, горячий чаек. А вам всем пока, до новых видосов.